Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется стабильным снижением. По сравнению с прошлой неделей количество случаев было на 20% меньше, чем неделя, которая была в начале февраля. За последние сутки выявлено 67 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что остаются высокими показателями в городе Якутске 29 случаев и в Мирненском районе 12 случаев. Необходимо также обратить внимание на такие районы, как Тампонский, Усть-Майский, Аймеконский, в котором продолжает на настоящий момент выявляться большое количество случаев. И, соответственно, их оперативные штабы, учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор работают над локализацией возникших проблем. В семи районах у нас зарегистрировано от одного до пяти случаев. За сутки проведено 1087 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 947 257 тестов. На 15 января 2021 года в Республику всего поступило 42 412 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Новая партия вакцин в размере 15 130 доз поступила. В субботу 13 февраля на настоящий момент учреждениями САХ фармации и Министерства здравоохранения Республики Вся вакцина промаркирована и, соответственно, мы начинаем ее передачу в медицинские организации. Сегодня 15 февраля является днем, по которым определен режим повышенной готовности на территории Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия выйдет указ, по которому режим повышенной готовности сохраняется до 1 марта 2021 года. Приношу извинения. При этом непосредственно в самом указе будут определены ряд разрешительных мероприятий своего рода послабления. К таким послаблениям, прежде всего, будет отнесено разрешение работы фудкортов при условии соответствующих определенных в указах в виде 50% вместимости в зале и расстоянии между столиками до 2 метров. Кроме того, соответственно, будут разрешены использования банкетных залов при условии предельной численности посетителей, не более 50 человек. При этом расстояние между ними также должно соблюдаться в размере 2 метров. Также необходимо обратить внимание на то, что разрешена будет работа букмекерских контор и выставочных мероприятий, которые на территории Республики были ограничены. Кроме того, снимаются ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, которые были установлены у нас в марте 2020 года. И режим предприятий общественного питания возвращается в свой обычный доковидный режим. Однако при всех этих ограничениях, при всех этих послаблениях необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в Республике остаются меры, необходимые для самоизоляции. Для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями остается масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции, а также непосредственно не снят режим нахождения на удаленной работе более 50% от численного состава учреждений и организаций. На настоящий момент необходимостью не снятия режима, а продления больничных для непосредственно лиц пожилого возраста стал недостаточный уровень вакцинации лиц пожилого возраста. Спасибо за внимание.